Город тебя встречает либо чистым, либо грязным, либо газоны скошены, либо они заросли, и человека не видно. Поэтому здесь сразу видно город зеленый. Барнаул меня очень удивил, потому что действительно зелень, она такая прям правильная, благородная, березовая аллея. Вот Россия. Зелень и чистоту Барнаула отмечают почти все гости города. Правда, московский эксперт сразу начала с приятного, а дальше отправилась посмотреть на парке Краевой столицы, где велись работы по нацпроекту. Юбилейный гостям из Москвы понравился, но без замечаний не обошлось. Правда, их можно назвать незначительными. К примеру, Светлана Калинина обратила внимание на сухие ветки, которые необходимо убрать. Люди вот это вот не хотят обрубить. Я давай сломаю, а ты уберешь. Чего тут людям вы не даете это обрубить? Не дерево. Я тебе говорю, вот это вот. Вот это вот. Зачем оно все здесь? Подрядчик отметил, что все недочеты будут устранены, ведь пока здесь ведутся работы по реализации лишь первого этапа восстановления парка. По нацпроекту на эти цели выделено 82 миллиона рублей. Иными словами, когда объект будет полностью сдан, никаких замечаний уже не будет. Следующая точка проверки – Мизюлинская роща. Эксперт похвалила. Место идеальное для прогулок, отличный газон, хорошо высаженные деревья и безопасная детская площадка. Кроме, пожалуй, единственного замечания, эксперт осталась в довольно уютом Мизюлинской рощи. Мне очень нравится, что у вас в Барнауле появились такие места. Завершали рейд с зеленым сквером на Усково. Наверное, это самая быстрая проверка в истории Народного фронта. На объекте были не больше пяти минут. Мне нравится, что вы березы, во-первых, ставите свои, везде сажаете клапаномеры. И они действительно у вас очень хорошо разрастаются. Вот это мне очень нравится вам. Светлана Калинина отметила качественный газон, безопасное место для прогулок, а количество людей тому подтверждение. Так что визит эксперта Народного фронта в Алтайский край завершился на позитивной ночи. Есть и вопросы, есть и положительная практика. Вот этого комплексного подхода, который вы сегодня делаете. Есть понимание, что есть ошибки, их готовы исправлять. Знаете, другой бы поспорил, другой бы там покричал. Сразу принимают, доводы принимаются и сроки поставлены. Я точно знаю, вот уверена в ваших чиновниках, что они точно эти сроки исполнят. Теперь доверие эксперта чиновники должны оправдать и вовремя устранить недочеты. Ведь по сути все то благоустройство, которое делают в парках не для глаз экспертов Народного фронта, а для обычных горожан, которые в зеленых зонах должны чувствовать себя абсолютно комфортно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.